Да, Таиланд наконец-то распахнул свои границы для россиян. Королевство было для нас под запретом с весны прошлого года, в самом начале пандемии. Мне и моим коллегам из редакции тогда удалось запрыгнуть в последний вагон и отдохнуть в Таиланде прямо перед его закрытием. Признаться, время тогда было очень необычное. Так, в конце марта прошлого года в Таиланде ввели комендантский час. Уже после шести вечера туристы должны были находиться только в своих отелях. А кто был в Таиланде, знает, что как раз таки вечером там начинается все самое интересное. Бассейны, игровые площадки на территории отелей были закрыты. Отменили многие экскурсии. Улицы, рестораны, салоны опустили. Леди Бои разошлись по домам. Всем туристам, прилетевшим в Россию и за границей, приходилось две недели провести в самоизоляции. Какая сейчас обстановка в Таиланде, совсем скоро смогут рассказать туристы, которые отправились туда на первом рейсе. Жители Алтайского края пока могут улететь в королевство из Новосибирска. Билеты уже активно разбирают. Таиланд признал прививку «Спутник Ви». Туристы из России должны быть привиты только спутником. Важно, с момента введения второй прививки должно пройти не менее 14 дней. Но, что самое интересное, хоть Таиланд и открылся для россиян, есть одно «но», которое необходимо учитывать при планировании своего отдыха. По прибытии туристы должны будут пройти ПЦР-тест, естественно, куда приехать уже с отрицательным ПЦР-тестом, прожить 7 дней в строго определенных гостиницах, пока режим песочницы еще полностью никто не отменял. То, что уже пускают туристов из России, это уже фактически открытие. Длительный период времени мы вообще не имели такой возможности. А еще в обязательном порядке за сутки до вылета в Россию туристу необходимо заполнить специальную форму, чтобы уведомить Роспотребнадзор о том, что человек летит на родину. Когда турист возвращается, в течение трех дней необходимо сдать ПЦР-тест, даже ребенку. Иначе грозит штраф до 30 тысяч рублей. Что касается других популярных направлений, сейчас для нас открыты Турция, Доминиканская республика, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Кстати, Египет открыли для россиян еще летом, спустя 6 лет перерыва. Россия прекратила прямое авиасообщение с Египтом осенью 2015 года после теракта в небе. Речь идет о крушении самолета Когалым-Авиа над Синайским полуостровом. Самолет летел в Санкт-Петербург. На борту находилось более 200 человек, все погибли. И вот сейчас Египет единственная страна, в которую можно улететь прямиком из Барнаула, в частности в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. И несмотря на то, что этой осенью не было каких-то сумасшедших скидок и спецпредложений, туристы летят и в Египет, и в Турцию, и в Доминикану. Как показывает тенденция осени 2021 года, количество людей, кто хотел бы выехать отдыхать за рубеж, растет. И это говорит о том, что с одной стороны ситуация несколько управляется, с другой стороны, что люди просто уже устали сидеть на одном месте. По-прежнему наших туристов не хочет видеть Европа. Из азиатских направлений пока недоступны Вьетнам, Индонезия, Китай. А вот что касается внутреннего туризма, жители Алтайского края не спешат на ближайшие выходные лететь в Москву, Санкт-Петербург или, например, Казань. Свои корректировки внесли локдаун и риск остаться ни с чем. В наших санаториях и отелях уже с 15 ноября будут заселять только при наличии QR-кода или подтверждение, что вы переболели коронавирусом не более шести месяцев назад. Это касается и пансионатов, любых баз отдыха. Также принимается документ, доказывающий наличие противопоказаний к прививке и отрицательный ПЦР-тест. Он действует 72 часа. В целом сейчас особых потрясений для туризма нет, даже с введением QR-кода. Путешествия за рубеж, путешествия на наши южные направления, Сочи, Крым, они действовали и летом. Поэтому 80-90% людей, которые приходили к нам приобретать путевки на эти направления, они уже были вакцинированы. Люди сейчас начинают понимать, что для того, чтобы жить прежней жизнью, активно путешествовать и где-то передвигаться, им нужно вакцинироваться. Кстати, в Алтайском крае этим летом отдохнули почти 900 тысяч человек. Это на 40% больше, чем в прошлом году, но все еще меньше процентов на 15 по сравнению с 2019-м, допандемийным годом. На этом у меня все.